10 тысяч подписчиков, это может быть 500-700 тысяч чистой прибыли. Как быть счастливой женщиной? Дайте мне миллионы, я сделаю. В глазах клиента это ценности больше, да? Нет, сделаю, у тебя будет миллион. Люди просто недозарабатывают. То есть сразу доллары появились. Что бы ты отметил? Быстрый обмен практическим опытом. Самая большая ошибка, которую можно допустить, это все не попробовать. Привет, Артем. Привет, Сидиаш. Друзья, привет. Вы, наверное, уже слышали про школу онлайн-тортиков. У Артема очень крутой кейс, кейс, в который я долгое время не верил. И сегодня мы пообщаемся с нашим резидентом Артемом и узнаем всю внутренку того, как у него это получилось, как они познакомились с партнером, как у них устроена онлайн-школа и что повлияло на их результат. Хотелось бы заглянуть вглубь твоего бизнеса и посмотреть, как устроены процессы, как ты все это выстраивал, как устроена у тебя команда и так далее. Готов? Конечно. Как вообще пришла идея и чем ты занимался до того, как ты решил вот с такой страны нишу начать? У меня есть офлайн-бизнес, производство бетонных колодезных колец и строительство канализации из них. То есть это вообще чисто не интернетная тема, да? Такой жесткий бетон и стройка. Я занимался идеей где-то 2-3 года, и в определенный момент я понял, что все, потолок, что мне некуда расти. То есть они нетранспортабельны, ты не можешь продавать по всей России. Я сам из Новосибирска, то есть это только маленький город, ну, относительно маленький. Новосибирск и все, дальше некуда. Потом в этом бизнесе есть сезонность, и ты не можешь взять команду. Летом есть что делать, а зимой выпал снег, и все, все встало. В определенный момент я в начале года поставил себе цель – найти нишу, которая соответствует критериям, которые я для себя выбрал. Чтобы можно было стать номер один на рынке России и СНГ, чтобы она не была привязана к региону, чтобы было большое количество клиентов, чтобы она была онлайн, и чтобы она была несезонной. Ну, и чтобы маржинальность потенциально в этой нише была там больше, чем 50%. Даже не маржинальность, а чистая прибыль, которая остается собственной. После того, как я составил для себя такие критерии, начал смотреть и искать. И в определенный момент я понял, что, ну, по факту, скорее всего, ниша онлайн-образования – это именно то, где, собственно, где можно все это и получить. Ты прям сразу пошел в нишу кондитеров? Или это было там… Как это было? Я понял, что хочу развиваться в этой нише, и дальше начал искать людей в Новосибирске, кто вообще хоть как-то с этим связан, да, у кого можно пойти поучиться, у кого можно что-то узнать. Я писал, он говорил, ребята, ну, расскажите, я просто приеду там, дайте я с вами просто пообщаюсь, расскажите, что и как вы делаете, потому что мне интересно. Сначала я пробовал на таком проекте, ну, как говорится, мягкой ниши, да, на здоровье попробовал на здоровье. У меня это не пошло, потому что я тогда вообще ничего не знал, и я сразу столкнулся с тем, что реклама по здоровью, ну, сейчас… ВКонтакте, да, ее просто не пропускают. Уже на этом этапе я встретился со своим партнером, с Полиной, вот. Полина в этот момент, то есть до этого… Где вы с ней познакомились? Познакомились мы с ней где-то года за два до этой встречи, когда мы решили делать совместную школу, вот, на одном из бизнес-мероприятий Милосибирска. Я там выступал, рассказывал там про свои септики, про то, как мы там, что делаем. По септикам там ситуация такая, то есть в нашей нише мы единственное, кто красиво упаковались, да, то есть септики – это что? Это канализация, это грязь, это земля, и там нету красивых сайтов, лиц людей, кто занимается, вот. Мы через упаковку стали номер один за год. Я об этом рассказывал, у меня была внутренняя потребность делиться своими какими-то знаниями. Я тогда сказал, ребята, ну, вообще, кто хочет как-то, чтобы я поделился, разобрал вас, напишите мне, вот. Мне тогда написало 3-4 человека, вот одним из них была Полина. Тогда она занималась тортиками и просто делала их на заказ. Существует, говорят, так мы познакомились, потом на 2 года наши пути разошлись, и через 2 года, вот, я уже не помню, или где-то в соцсетях написал, что хочу этим заниматься. И у нее тоже была эта идея, и на этой почве мы встретились. И она была нулем, и ты был нулем, да, в момент встречи, ну, в плане онлайн. Да, в плане онлайн-школ, да, то есть мы были полностью. У нее был опыт преподавания, и была как эксперт в одной школе, то есть она выступала, но там тоже такая ситуация была, что она выступила как эксперт, ей не заплатили денег, да, и это чувство, возможно, правильное чувство обиды ее двигало на то, чтобы, ну, надо двигаться вперед. И у меня было большое желание, и мы с ней встретились, и на этом этапе я говорю, ну, давай попробуем, то есть мы терять ничего не теряем, давай просто возьму и попробуем. Почему ты решил именно вот, ну, нишу кондитеров? То есть как ты оценивал? Много женщин там хотят случиться тортики? Слушай, честно говоря, я тогда не оценивал это, там не было, знаешь, такого рационального подхода сесть, проанализировать все, да, и посмотреть, что вот эта ниша, она суперская. То есть эмоционально как-то, да? Да, это просто было эмоционально. Когда у тебя есть цель, а ты открыт чему-то, то ты ищешь любую возможность, чтобы попробовать себя. Это была вторая возможность, в которой мы начали пробовать, начали сразу, очень быстро, быстро расти. По какой модели вы стали запаковываться? То есть, во-первых, как вы закрепили ваши отношения? У вас есть какой-то там договор? Мы являемся партнерами, у нас, не знаю, такая нетипичная, возможно, ситуация, то есть 50 на 50, мы два партнера. Сейчас вначале, то есть мы просто обговорили, кто чем занимается, но в процессе того, как мы росли, эти обязанности, они перетекали. И в определенный момент мы сели с Полиной, встретились, и мы прописали, кто за что отвечает. Ну, не в формате договора, он не имеет юридической силы, но мы четко понимаем, что я отвечаю за эти области деятельности, а Полина отвечает за эти. И это дает нам двигаться вместе быстрее, а не подкинуть друг к другу или не мешать в каких-то моментах. То есть это как произошло недавно, да, это разделение? У вас какая-то письменная бумага есть, да? Да, у нас есть письменная бумага подписана, это произошло где-то месяца 4 назад. До этого мы просто убрались за все и потом выстраивали одну область, переходили в другой области и так далее. Как вы стали выстраивать структуру продаж? Начинали мы вдвоем, продаем вообще в соцсетях. Только сейчас, вот последние два месяца, у нас появился отдел продаж, который общается по телефону с людьми, а до этого они вообще нас не видели и не слышали. Поэтому модель нас продажи по соцсетям. Мы продаем через соцсети, это контакт в первую очередь, и инстаграм. Мы показываем человеку рекламу наших курсов, в дальнейшем он видит эту рекламу, заходит и пишет в сообщение группы, ну в контакте в сообщение группы, в инстаграме он пишет в ватсап. Дальше мы уже с криптами с ним работаем, рассказываем все о курсе и даем ему максимальную пользу, чтобы он купил наш продукт. Такая простая методика, то есть по факту мы продаем блог. Как ты смотрел какое-то ваше интервью, что вы в определенный момент не стали делать подогревочную цепочку перед вебинаром, а сразу стали делать вебинар. То есть мы в силу того, наверное, что не знали, как то делать, что на рынке, ну сильно, да, то есть мы не стали там думать, что людям надо разогреть, дать им пользу. Мы вот показали рекламу, купи, да, и не купил, подогревайся. Ты рассказывал, что у вас чек там в районе 6 тысяч, да, и вы там работаете рассрочками, да? Да. А вы как-то решили сейчас ситуацию с дебиторкой, то, что вот много должников? Мы пробовали разные. Есть статистика, да, что в рассрочку люди покупают столько-то, да, и оплачивают в результате там из 100 рублей, которые они должны заплатить, они оплатят 90 рублей. Это просто финансовая модель. Если ты берешь, делаешь без рассрочки в нашей нише, тебе заплатят не 100 рублей, а 80 рублей, да? Тут поэтому просто надо считать. Здесь еще такой фактор, что на рассрочку можно влиять. Увеличивать первый платеж, да, от суммы там от 6 тысяч. То есть они могут заплатить там 6 тысяч, могут заплатить половину, да, например, 3 тысячи. И мы мотивируем менеджеров отдела продаж на то, чтобы они собирали как можно больше. Собственно говоря, есть у нас и человек, кто занимается сбором дебиторской задолженности, скриптами и всякими другими фишками. Мы увеличиваем, увеличиваем постепенно этот платеж. Поэтому по факту это просто экономическая модель. Мы пробовали и так, и так. Просто смотрели, что выгоднее на определенный момент. В нашем случае, в нашей нише, при нашей модели, при нашем курсе, ну, пока что только такая. Ну, в итоге, как у вас зашла вебинарная модель? Вебинарная модель тоже, она не зашла с первого раза в такой процесс доработки. У нас было где-то 4-5 вебинаров, на которых мы дорабатывали, 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 и потом просто пятый записали, как автовебинар и начали его использовать. Вот последний вебинар, он был у нас в плюс. Вебинарная модель, она сама под собой подразумевает, средний чек должен быть от 10 тысяч, желательно, да, чтобы окупали затраты на рекламу. И у тебя должно быть минимум несколько пакетов. По-разному-то, но несколько пакетов должно быть, да, обязательно. Да, то есть, поэтому нам пришлось пересоздать продукт и сделать другой продукт чисто под вебинарную модель, чтобы ее протестировать. И вот этот пятый вебинар, он у нас стал в плюс, но на этом этапе мы остановились, начали собирать отдел продаж и еще не пошли дальше, да, не сделали. Но вебинарную модель мы сейчас используем по другой цепочке. Человек видит нашу рекламу, мы ему говорим. Хочешь научиться готовить торт и не выходя из дома? Жми, чтобы узнать подробности. Он нажимает, мы ему, значит, в лоб продаем, то есть, он не знает сильно о нашей школе. И если он не купил, мы говорим, ну ладно, слушай, вот сегодня у нас будет вебинар, приходи, классно, будем рассказывать о профессии кондитера, как на ней заработать деньги, как быть счастливой женщиной, как быть наполненной энергией, приходи, будет интересно. Все, и люди приходят на этот автовебинар и в результате они покупают. Просто, знаешь, этот интерес, я вот когда про вас там думаю, у вас, конечно, огромный потенциал, то, что там выстроить все-таки автовебовую модель, даже оставить маленький пакет, там добавить рассрочки, сделать пару дорогих пакетов и включить там в Facebook лук и лайки, к примеру, просто с трафиком, который больше денег готов платить. То есть, и потенциально эта история может быть там, ну гораздо больше, чем вы делаете за счет охвата. И если у вас уже прописан модуль заработка, то денег тоже может быть гораздо больше. Ну потому что рассрочки на более высокий чек, если совместить вот эти два продукта, ну как бы, и еще говорить о том, что они не просто научатся тортики выпекать, а то, что это будет, ну там, курс все-таки полугодовой же не обязательно, то есть он же может быть разбитый на части, если ты говоришь там 4 месяца, они там не все доходят до конца, да, то, ну это же разбивается, что 4 месяца там, скажем, курс основной плюс 2 месяца, это может быть какой-то докрутки, и там могут, например, не все туда переходить, ну как бы как опция дополнительная, да, но мы срок увеличиваем, потому что это, в глазах клиента, это ценности больше, да, и, соответственно, стоить может дороже. В такой модели можно человек сделать достаточно большой, добавить туда какие-то оффлайн-встречи ежегодные, добавить какую-то выездную встречу, там, какие-то премиальных кураторов, Полину перевести в самые дорогие пакеты, и вот, пожалуйста, у вас дорогой пакет, и там продаж может гораздо больше быть. Просто интересно, что, ну, вконтактовая модель, она крутая, она достаточно редкая такая, на рынке, я бы сказал. В тренд пошла, но все равно она достаточно редкая, то есть, по сравнению с имейловыми моделями. Но мое ощущение, что вы, конечно, не дозарабатываете прям сильно. Ну, вообще. Особенно с, ну, с таким огромным рынком все-таки, ну, это интересно гораздо большему количеству людей, чем, при этом, отдать школу создать. Как у вас сейчас выстроена команда? Собственно говоря, сейчас я похожу в обучение, поэтому все перестраиваем мы, да, обучение в бизнес-бустере, в Высоцкий консалтинг. Но на текущий момент у нас есть отдел маркетинга, который занимается, ну, там делится. Бизнес-бустер – это не Высоцкий консалтинг, кстати, укционный услуг, это аксель. Ну, бизнес-бустер, да, да, просто я до этого интересовался, поэтому у меня такая ассоциация тесная. В Высоцкий консалтинг там есть оффлайновые отделения, а онлайн – это наш. на вебинарную часть ну и на рассылки второе есть отдел продаж отдел продаж нас делится тоже надел продаж по переписке отдела продаж по телефону это новое дело которому создать дальше есть отдел финансов где мы все считаем собираем дебиторку и так далее в общем вы стали такую сильную разветвленную до рук структуру мы сразу старались сделать потому что чем модель вебинаров хорошает в принципе на чем модель наша плюс на из 80 плюсов это не запусковой модель у тебя постоянно идут продажи да и ты естественно можешь выстраивать систему и анализировать ее достаточно четко потому что одни и те же инструменты применяешь не можешь собрать достоверную статистику запусковой модель ты собрал потом что-то изменил а вас же тоже не запас ран builder у нас не запуска глазами собственно поэтому мы сразу начали как-то выстраивать потума но сейчас мы переделываем потому что мы вначале были как такой скелет собаки который бежит и на нем так нарастает мясо здесь 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 там что-то не так наросло на печени туда попал вот сейчас с чем я связываю следующую точку роста то о чем ты говоришь этот переход более дорогие вебинарные схемы но перед этим нам надо чуть-чуть перестроить компанию интересно вот если брать по крупным игрокам на рынке то есть всем кто все кто делает там больше 400 миллионов за год это началось в принципе с нас после того как мы выкатили там дорогие пакеты они стали заходить сейчас пошел такой тренд большой это делать программу там годовой или даже двухлетний то есть максимально туда давать ценности не рассчитывать на то что будет высокий лтв на переходимость там из месяца в месяц у человека да и он будет того очень долго находиться и долго эти деньги отдавать а сразу продавать намного там делать какие-то например там банковские рассрочки и просто вкачивать там много-много ценностей и соответственно но когда ты продаешь дорогие продукты но здесь кроме как в бинарной модели одна самая оптимальная и к примеру вот если брать там онлайн-школу астрологии нашу мы удвоились во многом за счет того что там стали дорогие пакеты выкатывать у нас аудитория где думаю похоже очень и в астрологии здесь потому что но это там женщины которые довольно там немного зарабатывают все равно как бы ну пока пошли большие пакеты они стали покупать я с тобой полностью согласен я вижу тренд и я вижу как это реализуется бизнес-бустер да и у вас там она продукт до 0 и один большой продукт но говоря о нас то есть у нас стоит задача как убрать большое количество продуктов сосредоточиться на моно продукте как сделать моно продукт шка ты работаешь с одним продуктом помимо того что можешь продавать он дороже ты можешь его и дорабатывать лучше что каждый новый продукт это все заново все по-новому новые там косяки новые доделки которые надо сделать один продукт с ним доделал увидел доделал увидел так постепенно постепенно поэтому я лично вижу большой в этом тренд такие большие программы и моно продукт сколько у вас сейчас прибыли только ты мечтала 50 процентов я мечтала 50 процентов смотрим на час чистая прибыль которая на собственников идет 25 до 30 процентов месяц то есть мы откладываем деньги по фондам по фондам стабильности да то есть я не знаю типичный нетипичный подход мы откладываем резервы у нас есть резервы есть фонды не там тоже деньги копятся принципе а звук и лайки вы пробовали он нас работает на instagram ну вот запна то есть у кого их давно сработает ну тоже волк тоже волк а там откуда то есть вот сапа дальше потом вконтакте нет вот саппи куда а вот сами грамм сразу мы рекламируемся в инстаграме и затем по новому цепи но на большой часть продаж и саграм сначала был маленькой частью потом 30 процентов то сейчас где-то уже 50 приходит еще такой важный фактор который а я считаю прикольным особенно для тех компаний тех школ у которых есть личность да и которые которые могут эту личность 5 но для вы можете пиарить себя на нас тополина что в принципе ты собираешь аудитории вокруг себя и на определенном этапе ты можешь зарабатывать не только на онлайн-школе хоть на чем значит 120 тысяч подписчиков в инстаграме когда начинали будут 10 подписчиков 80 тысяч подписчиков там вконтакте все настоящие живы ну и тубы мы еще так и не занялись даже рекламу можно продавать уже и люди не говоря уже брендах которые напрямую заинтересованы в твоей аудитории любые кухонные принадлежности и тогда у меня вот партнер по астрологии он на первое время когда там делал компанию он москоплик и эзотерическим и в итоге у него пабликов стало там порядка на 10 миллионов человек и он увидел что там окей он может с пабликов зарабатывать там прибыли на рекламе миллион или полтора будет вместе продавать просто рекламу постоянно или он может там на онлайн-школе делать там 8 это я к тому что как бы монетизация онлайн образованием при условии там правильных пакетов выстроенных она будет выше чем рекламная монетизация практически всегда конечно ну вам имеет смысл рассмотреть там и детально проработать offer в любом случае на же как это работает то что но когда есть дешевый пакет всегда будут люди кто купит дорогой просто чистые замышления того что есть люди которые не хотят быть как все они хотят что-то более другой более дорогое там и так далее то есть там толпа те которые там мало зарабатывают брали они там экономит и так далее но это не психологии то есть не все же люди одинаковые есть те кто хотят там дороже там ну добавить туда каких-то ништяков а есть и кто хотят премиальные просто потому что они вот чувствуются как-то премиальными они везде так они хотят какой-то особый там к ним подход понимаешь поэтому здесь просто даже сам факт наличие дорогих пакетов он обычно просто повышает продаж а если к этому добавить добавить еще хорошую структуру продаж но обычно все-таки продающие там мастер-классы авто вебы то это начать продаваться уже хорошо с узколете мы занимаемся это знаешь такая надо сделать новое при этом не сломав еще старые а потом полностью слова старые но чувствует сопротивление во первых когда да и в компании не в принципе что это тяжело воспринимать но это абсолютно точно я это вижу это может просто как одну параллельный проект мы так и делаем по факту стараемся это как отдельный проект запустить сделать отдельные сделали продукт который нигде не продается больше и на нем все тестировать чтобы плавно перейти туда чтобы ты отметил там на свое обучение в акселе что тебе понравилось запомнилась для меня аксель в первую очередь это люди с которыми я познакомился да и в первую очередь я познакомился когда бы отделение на группы называется на соревнования между группами битва да у нас была очень такая интересная группа есть мы до сих пор общаемся и это вот обмен быстрый обмен практическим опытом да и тогда была такая ситуация то есть у нас был запущен только контакт instagram не был запущен и в группе была девочка наталья она занимается астрологии тоже и она гальто я продала через инстаграм на 300 тысяч чистыми в этом месяце и все то есть ты понимаешь что ну ты что-то не то делаешь что у тебя нет шанса не сделать и не попробовать и ты очень быстро начинаешь делать у каждого есть своя сильная сторона и каждый имеет делать что-то в своем одни в авто вебинарах другие вконтакте 3 по запуску модели достигают каких-то результатов самая большая ошибка которую может допустить это все не попробовать или это упереться и сказать что вот так как мы делаем единственно правильно все остальное нет нельзя не поэтому для меня в первую очередь аксель это люди и это общение между людьми вот это такая быстрая практика которую можно получить сейчас современному ноут образование которые я вижу да все все что я прохожу плане там бизнес инструментов она немножко так чуть оторвана от жизни или ты видишь теорию но не понимаешь какая реальная практика за это за этим стоит как ты обучаешься с кем ты видишь что у него сработало на тебя не получился авто вебинар у кого-то получился вопрос к тебе значит значит ты что-то сделал не так ты неправильно упаковал продукт да ты неправильно назначил цену что в принципе это там рабочие инструменты надо это делать чтобы ты пожелал начинающим предпринимателям в онлайн школах ты по сути уже прожил эту фазу такой долины смерти чтобы ты пожелал тем кто начинает я вот вижу такой большой тренд который не используется сейчас я бы порекомендовал всем instagram блогерам идти и создавать свою новую школу то есть по факту очень много instagram блогеров которые никак не монетизируют себя я там ради интереса сейчас прохожу обучение у двух блогеров у одного 500 тысяч подписчиков другого 200 тысяч подписчиков 700 тысяч подписчиков на двоих все живые супер вовлеченность и у них курс по инстаболин который сделан на коленке там 100 участников по 3 500 то есть 350 тысяч они заработают чистыми на двоих за два месяца для меня это такая боль и я понимаю что люди просто не до зарабатывают сразу доллары на своей аудитории на таких в инстаграм очень много монетизации инстаграм монетизация инстаграм монетизация более инстаграма через онлайн школу я вижу вот этот тренд вижу что люди идут туда нету как-то или продукта под этого до или вот такое но запрос есть запрос точно есть поэтому всем у кого есть инстаграм блок в котором 10 тысяч подписчиков 10 тысяч подписчиков это может быть 500 700 тысяч чистой прибыли месяц на нашем примере когда у нас было 16 тысяч подписчиков мы запустили онлайн марафон и заработали с него то есть продаж было на 600 тысяч рублей и поэтому 16 подписчиков того рекордного сложно повторить со 120 тысяч подписчиками это первое что у кого есть своя аудитория инстаграм надо идти делать онлайн-школу для тех кто начинает я потом что это же метод беззатратный это метод беззатратный если ты продюсер например ты можешь найти блогера прийти к нему там запуститься и вот эти первоначальный капитал дальше на развитие рекламы причем я больше могу сказать что в инстаграм очень просто стартовать им простая модель через закрытые вот сам группы где ты тех кто оплатил добавляешь закрытую вот сам группу и там просто даешь ему задание они его выкладывают по хэштегу у себя нас тогда на любую тему будь что астрология будь что-то приготовление тортов до или не знаю как заработать и как сфотографировать без разницы ты можешь по этим хэштегом пройти и проверить сначала мы думаем что тот продукт который мы предоставляем он нужен аудитории но после того как мы сделали какой-то пробный запуск надо их всех обзвонить обязательно обзвонить и спросить это вообще вам подошло или нет потому что то что мы считаем что им полезно для них не является полезным них является полезным какая-то там 30 30 процентов из того что мы еще 70 до которых мы даже не подумали никогда здесь не угадаешь обязательно обзванивать тех кому уже предоставили обучение либо тот попробует какие-то пробные бесплатные продукты еще я посоветовал все считать если хочется роста то надо все считать считать доходимость до конца обучения смотреть на каких уроках люди отваливаются обзванивать их спрашивать там что не так в этом уроке или так что вообще куратор им не нравится с уроком все нормально и куратор не понимает этот урок поэтому он им в уроке сказано одно отдает и на другое и из-за этого они не проходят дальше собирать обратную связь это самое главное вы в итоге стартовали с деньгами или без денег мы стартовали без денег мы стартовали где-то с 10 тысяч рублей мы запустили рекламу первый человек который был у нас это таргетолог который настраивал рекламу вконтакте я сам продавал полина сама его группы ты продавал на телефоне я продавал перепиской потом мы вместе оформляли платформу мы добавляли людей на платформу постепенно постепенно начали расти и распределять как-то эти обязанности между другом это не является важным причем считаю что сейчас вебинар на который пришел 50 или 100 человек возможно даже лучше чем вебинар на который придет 1000 человек продать можно и со 100 человек там виталий до кузнецов или как я забыл напоминаю он продает он создать человек там 30 40 50 не так важно количество людей которые тебе приходят как то качество как ты его обрабатываешь доносишь ценность поэтому начинать можно вообще без бюджета это может на камеру прямо сказать что ребята давайте уже стартуйте день что это очень часто и такое вот возражение такое ложное что вот там типа нужны же бюджеты и даже люди которые вот к нам заходит обучаться они потом говорят что блин как же так вот все равно там нужно вот сюда деньги потратить сюда нужно на рекламу потратить и то что стопят как в некоторых вот я ведь видишься не один раз запустились тип там на рекламу потратили там 20-30 тысяч рублей ну и что-то там пошло не так люди говорят а я не могу попробовать еще раз уж тип у меня бюджета нет вот скажи таким людям что-то твой послание ребят бюджет не нужен то что можно пробовать начинать и из бесплатных уроков бесплатно на вебинары бесплатные движухи онлайн марафоны то есть и все из них зарабатывать и дальнейшем уже делать бюджет вообще не нужно нужны только мозги и желание сделать действительно классный продукт который будет нужен а бюджет можно собрать на инстаблогере у которого есть небольшая активная аудитория да с любой тут 2000 человек с 1000 человек может собрать бюджет предоплаты на него уже запустить и сделать рекламу загляну никогда не занимали денег и росли только со своих любой бизнес который начинается с того что мне нужен бюджет это неправильный подход дайте мне миллионы я сделаю нет сделаю тебя будет миллион да это противоречит многим нас есть такая вот категория это тех стартаперы которые там собирают деньги там раунды и там там бит и так далее ну то есть сидовые инвестиции и у них все не получается и если у тебя конечно не получается без денег то деньгами у тебя тоже ничего не изменится скорее всего это вряд ли получится так окей давай поговорим про результаты то есть сколько существует школа сколько учеников какой оборот там сколько он держится и так далее недавно нашей компании исполнился год 12 числа 12 сентября пролетел как один миг ровно год назад мы продали свой первый курс на текущий момент нас больше 15 тысяч выпустившихся учеников учениц в основном потому что 99 процентов женщины 99 идей но есть и парни которым приходится терпеть весь этот женский накал касательно оборот оборот у нас сейчас около 8 миллионов в месяц на этот оборот мы вышли где-то за полгода то есть мы стартанули в сентябре вышли по моему в мае месяце у нас был пик и потом был небольшой и небольшой летний спад там семь с половиной 7 200 вот и сейчас опять мы вышли к 8 и дальше идем вверх то есть только держится оборот там в районе 8 примерно лет поводу вот с мая месяца мая июня июля в сентябре октябрь у нас аудитория такая на либо не любит все проверять смотреть там докапываться вы можете показать какие-то какой-то пруф подтверждение того чтобы реально эти деньги делает да мы работаем полностью белую то что мы считаем это правильно уплатим все налоги поэтому все можно официально подтвердить все доходы можем мы приложить там там показать здесь в этом видео какие-то скрины да можем показать скрины со счетов по приходам денег без проблем ну вот показывает ребята я сам выпускник акселера открыт честно скажу что не прошел все до конца но оно и не надо чтобы получить результат и приходить с большой суммой тоже не надо приходите с желанием главное чтоб сердце горело и вы действительно хотели сделать что-то крутое тогда вы обязательно сделаете а всему остальному вас научат акселератор приходить ладно спасибо артем интересный кейс